Цегламенская библиотека номер 16 представляет Волшебство на книжной полке Под Новый год мы стремимся наполнить жизнь детей чудесами и волшебством. С удовольствием поделимся одним беспроигрышным вариантом создания предпраздничной атмосферы для детей и подростков. Чтобы ваш ребенок почувствовал все очарование наступающих праздников и вы вместе с ним, давайте заглянем на книжные полки библиотеки. Мы сделали подборку лучших книг про Новый год и Рождество для детей разного возраста. Смело выбирайте любое произведение и читайте вместе с ребенком. Маури Кунас в гостях у Санта-Клауса Побывать в гостях у настоящего Санта-Клауса? Разве это возможно? С этой книгой? Да. Маури Кунас станет вашим проводником в деревню Корватантури, где круглый год идет подготовка к празднику. Чего здесь только нет. Швейная, столярная, предельная, гончарная мастерские, собственная типография, склад для подарков и даже аэродром. Верные помощники Санта-Клауса, гномы, мастерят подарки для ребят, пасут оленей, а в свободное время посещают театр, устраивают горные походы и занимаются синхронным плаванием. Гномы-малыши ходят в школу, где особое внимание уделяют географии. Эти знания пригодятся, ведь подарки требуется доставить во все уголки земного шара. Все, что вы хотели знать о Санта-Клаусе и неповторимой атмосфере Рождества. Ульф Старк. Рождество в лесу. Ворчливый, одинокий гном Бука развесил сушиться варежки. Но вот незадача. Ветер унес их. А когда Бука погрозил ветру кулаком, озорник сорвал с его головы красный колпак. Разве их теперь поймаешь? В лесу под Старым Дубом живет большая семья кроликов. Мама, папа, тетя и дядя, дедушка и детей не сосчитать, ведь они все время носятся, кричат, скачут. Два маленьких крольчонка, Нина и Ника, находят среди листьев и мха красный колпак, унесенный ветром у гнома, который всегда приходит в лес на Рождество. Но что такое Рождество? Белки и вороны рассказали, что Рождество – это самый радостный праздник. Как его встречать, никто не знает, но все ждут его с нетерпением и готовятся к приходу гнома, сочиняют радостную гномичью песню, пекут вкусности, прибираются в доме, готовят подарки и наряжают из всякой всячины дерево в лесу. Но гнома все нет и нет, тогда крольчата отправляются на его поиски. Анну Штонер, маленький Дед Мороз, взрослеет. Из года в год маленький Дед Мороз всегда первым украшает елку и готовит подарки. Вот и теперь он идет к соседу за сахарной пудрой для новогоднего печенья. Тут маленький Дед Мороз обнаруживает, что в деревне снова пусто. Все большие Деды Морозы собрались в доме главного Деда Мороза и что-то таинственно обсуждают. Мало того, что его туда не пускают, так еще и смеются за закрытой дверью. «Пусть они лопнут от смеха», решает маленький Дед Мороз и отправляется в лес. Уж там-то найдутся настоящие друзья, которые его поддержат. А что случилось дальше, вы узнаете, прочитав эту замечательную книгу. «Самуил Маршак», «Двенадцать месяцев». «Двенадцать месяцев» – замечательная сказочная пьеса Самуила Маршака, без которой новогодний праздник сегодня даже представить себе невозможно. Добрая, трудолюбивая девочка смогла набрать целую корзину подснежников посреди зимы, потому что нашла волшебных друзей. Своенравная юная королева получила хороший урок, а злые мачеха с дочкой превратились в кусачих собак. Но если исправятся, то снова станут сами собой. Ханс Кристиан Андерсон, «Снежная королева». Волшебная история датского сказочника об отважной девочке Герде, которая отправляется на далекий север за своим названным братом Каем, заколдованным Снежной королевой. Герде придется пройти через множество испытаний, но ничто не заставит ее повернуть назад, ведь никто, кроме нее, не сможет вернуть Кая домой. Каждый год дети в семье доктора Штальбаума с нетерпением ждут наступления Нового года. Ведь именно в этот праздник они получают самые невероятные и чудесные подарки от их любимого крестного Дроссельмайера. Конечно же, и этот год не стал исключением. И вот так в руках Мари оказывается непростая деревянная кукла-щелкунчик, хранящая удивительную тайну. Ее и предстоит раскрыть девочке, а заодно отыскать способ победить злого мышиного короля и совершить путешествие в волшебное кукольное королевство. Андрей Живолевский, Евгения Пастернак Правдивая история Деда Мороза Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, прогуливаясь в Рождество перед Новым 1912 годом со своей женой Машей по косому переулку в Санкт-Петербурге, попадает под волшебный снег, который, оказывается, выпадает здесь один раз в 50 лет. Сами того еще не ведая, супруги становятся на следующее полстолетие исполнителями новогодних детских мечтаний Дедом Морозом и Снегурочкой. Они потрясены новыми возможностями и долго считают все творимые ими чудеса случайными совпадениями. Но глаза героям романа открывают терки и охли, представители волшебного народца, которые становятся их постоянными помощниками предновогодние дни и ночи. Правдивая история Деда Мороза соединяет в себе волшебную сказку и рассказ о реальной истории России в 20 веке. Она адресована детям 8-12 лет, тем, кто еще не расстался окончательно с верой в новогоднее чудо, но уже готов узнать правду о жизни и истории своей страны. В удивительной Голландии, которую можно пересечь по бесконечным каналам вдоль и поперек, в маленьком городке Бруке намечается состязание юных конькобежцев. Победителя ждет заветный для каждого приз – серебряные коньки. Но больше всех о них грезят дети бедняков-бринкеров – Ханс и Гретель, чей отец 10 лет назад упал с плотины и стал калекой. И хотя эта мечта кажется им недостижимой, накануне Рождества, когда сам воздух пахнет волшебством, обязательно случаются чудеса. Аркадий Гайдар. Чук и Гек. Одно из самых популярных произведений «Рассказ Чук и Гек» Аркадий Гайдар написал в 1939 году. Это история про двух братьев, которые под Новый год поехали с мамой на другой край нашей необъятной родины в Сибирь, в гости к папе, который работает геологом. Впереди их ждет долгий путь и удивительные красоты сибирской природы. Но не обошлось и без приключений. Чук и Гек всегда придумают, чем занять себя и озаботить маму. Морис Метерлинг. Синяя птица. Самая таинственная рождественская ночь спустилась над островерхими крышами домов. К маленьким брату и сестре Тильтиль и Метиль приходит фея Берелюна и отправляет детей на поиски синей птицы, которая помогает обрести счастье. Фея дарит детям чудесный подарок, с помощью которого они могут видеть души вещей. Огонь, вода, хлеб, сахар, кошка и собака преображаются в живых людей со своим характером и внутренним миром. В этой компании дети отправляются на поиски. Они ищут синюю птицу повсюду. В стране воспоминаний, во владениях ночи, в саду радости, в голубом дворце царства будущего. В своих странствиях дети знакомятся с великими радостями, душой света, стариком, временем. Смогут ли дети найти синюю птицу? Смогут ли помочь выздороветь маленькой девочке? Читайте и узнаете. Чарльз Диккенс. Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Духом святок пришлось постараться, чтобы изменить скупого и нелюдимого мистера Скруджа. Одна ночь, путешествие в прошлое и будущее, и он стал совершенно другим человеком. Наконец-то Скрудж понял, что такое настоящая дружба, семейное счастье, искреннее веселье, доброта и сострадание. Такая трансформация – настоящее рождественское чудо, подлинное волшебство, которое так ждут от любимого во всём мире праздника. Эти и другие не менее интересные произведения вы можете взять у нас в библиотеке. Субтитры подогнал «Симон»